Праздники Господа На нашем прошлом занятии мы смотрели, как царь Соломон посвящал храм Господу И мы видели, что в тот день слава Божья сошла на храм, и Бог остался там навсегда Но в прошлый раз, когда я говорил вам об этом, я забыл упомянуть, что молитва Соломона Потому что посвящение Соломонова произошло в день, в праздник Кущей И мы видим, что это действие повторяется на протяжении всей истории Бог просто не может стоять в стороне, уйти от нас Если мы будем изучать Библию и внимательно посмотрим, мы будем удивлены, сколько раз исполняется обетование Божье в праздник Кущей Когда слава Божья пришла в храм Соломона, она оставалась там в течение нескольких сотен лет Потребовалось очень много греха для того, чтобы слава Божья в конце концов оставила этот храм Наступили времена, когда Бог был вынужден судить Израиль и в эту страну вторглись вавилонские войска Вы понимаете, что армия Вавилона не могла разрушить, никогда бы не смогла разрушить храм, в котором обитает Слава Божья Но Господь показал пророку Иезекиилю тот день, когда его слава отойдет от храма И в конце концов у пророка Иезекииля была печальная привилегия наблюдать за тем, как слава Божья оставляет Иерусалим Горе тому народу, которого оставляет Слава Божья Это может сделать нас уязвимыми для любого жестокого врага, который захочет на нас напасть и поработить Бог может ждать сотни лет, чтобы сердца людей в народе обратились к Нему Но если в конце концов этого не произойдет, Бог придаст этот народ наказанию В глазах Божьих это определенная мера наказания, определенная мера судов Но для людей, которые подвергаются этому наказанию, будет ощущение, что это конец света И когда Божья слава оставила храм, вавилоняне пришли и уничтожили храм Так начался период, который мы называем 70 лет вавилонского пленения Многие израильтяне были захвачены в плен и угнаны в вавилон, включая пророка Даниила, пророка Иезекииля, пророка Иеремии Спустя 70 лет Бог привел остаток израилев, чтобы они вернулись в землю и построили храм, восстановили его Но потребовалось еще 500 лет, прежде чем слава Божья пришла и обитала посреди народа Божьего В сердце Божьем, если мы посмотрим на календарь, был идеальный момент, когда слава Божья могла обитать посреди народа Божьего Когда пришла полнота времен, Бог послал своего единородного сына, чтобы он жил среди людей, чтобы он стал человеком и ходил по этой земле Бог так желает быть со своим народом, желает быть с людьми этой земли, желает обитать посреди нас, что он не может стоять в стороне Мы читаем об этом в Евангелии от Иоанна, в 1 главе, в 14 стихе И Слово стало плотью и обитало с нами Обитало, значит, оно построило кущу, скинию, полную благодати и истины И мы видели славу Его, славу как единородного от Отца Обратите внимание, что апостол Иоанн говорит нам, что Иисус вначале был со своим Отцом на небесах И также Иоанн говорит нам о том, что изначально его имя было Слово Божье И также в Откровении мы читаем, что когда Господь Иисус возвращается на белом коне, имя Его Слово Божье И также Иоанн говорит, что Слово стало смертной плотью и обитало с нами, построив скинию посреди нас Таким образом мы видим, что воплощение Господа Иисуса среди людей является еще одним исполнением праздника кущей Когда Господь обитал на этой земле, Господь Иисус, Он много раз ссылался на праздник кущей Но был один конкретный день в служении Господа Иисуса, когда Он исполнил праздник кущей еще раз Это произошло в 7 главе Евангелия от Иоанна Прежде чем мы прочитаем о том, что произошло в этот день в Новом Завете Давайте вернемся в Ветхий Завет и посмотрим еще раз на церемонию праздника кущей Как он должен был проходить Для начала давайте я вам расскажу о том, что когда наступала осень, евреи молились о том, чтобы пришел дождь Потому что когда заканчивался праздник кущей, необходимо было осуществлять посевы И для этого земля должна была быть влажной И в древнем времени евреи придумали такую церемонию, которая называется церемония излияния воды И этот стих имеет своим источником третий стих книги пророка Исаии из 12 главы Где написано И в радости будете почерпать воду из источников спасения Очень интересно будет рассмотреть слово спасение на еврите Слово спасение на еврите звучит как Яшуа Вот почему ангел сказал Марии, что она должна назвать своего ребенка Яшуа, потому что он спасет свой народ Поэтому каждый год по завершению праздника кущей была процессия священников, которые направлялись к источнику Силаамову Первый священник брал золотой черпак и черпал воду из этого источника И сотни левитов проходили весь этот путь вместе с ним до жертвенников в храме И когда они несли эту воду в храм, они воспевали псалмы со 112 по 117 И также они пели С радостью будем черпать воду из источника спасения И в последний самый радостный день праздника кущей священник выливал эту воду в большую чашу возле жертвенника И в последний праздник кущей, который Господь праздывал на этой земле, он прервал водную церемонию Если вы помните, это был тот самый праздник кущей в Иерусалиме, на который его братья приглашали прийти Его братья собирались прийти туда в назначенное время к началу праздника И они говорили, давай, Иисус, приходи, приди, и ты явишь свою силу людям, которые там будут, чтобы они уверовали в тебя Иисус сказал, вы, ребята, идите, куда вы хотите идти, а я пойду туда, куда мне Отец велит идти И Иисус пошел тайно на праздник кущей, примерно в середине этого праздника Господь тайно явился на этот праздник в середине этого празднования Он ничего не говорил до последнего дня, последнего и самого великого дня этого праздника Он слушал все эти молитвы о спасении, о том, чтобы пришел дождь И это было больно ему сердцу, потому что он стоял прямо там, а люди взывали о спасении И в последний день он уже не мог этой боли терпеть И в 7 главе, в 37-38 стихах Евангелия от Иоанна, мы слышим его крик В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря Кто жаждет, приди ко мне и пей Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой Люди, которые это слышали, они понимали библейское основание того, что сказал Иисус Господь часто говорил о воде в Библии В Еремии 2.13 говорится следующее Ибо два зла сделал народ мой Меня, источник воды живой, оставили И высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды Давайте молиться о том, чтобы еврейский народ признал источник живой воды Господь, когда Ты посреди нас, я молюсь о том, чтобы Твой народ, он узнал и признал, что Ты есть источник живой воды Наша жажда никогда не будет утолена, если мы к Тебе лично не придем Мы просим у Тебя, этой живой воды, во имя Иисуса, аминь Пусть Бог благословит Вас Субтитры создавал DimaTorzok